Всем привет! Перед тем, как я начну сегодняшнее видео, я хочу поблагодарить всех-всех-всех, кто посмотрел мое прошлое видео и прокомментировал. Огромное вам спасибо! Ваши мнения разделились, ваши мысли были разными, и от этого еще более было интересно с вами общаться и читать ваши комментарии. Поэтому огромное вам спасибо, что вы не поленились и сидели, писали мне свои мысли и отвечали мне. В общем, действительно, огромное-огромное спасибо, потому что такие видеоболтушки в вашей комментарии, это очень важно, чтобы они были, и чем можно больше, потому что таким образом я чувствую, что вам, да, такие темы интересны, поскольку все видеоболтушки, это самое малопросматриваемое видео, но вместе с тем они на канале у меня самые комментированные. Боже, я, наверное, на ком сейчас неправильно русском говорила. В любом случае, хочу вам сказать огромное-огромное спасибо! Сегодня у нас тоже будет видеоболтушка, но не совсем видеоболтушка, такая тема, которую я с вами давно хотела обсудить, то есть сказать свои советы. Вы у меня тоже много раз спрашивали советы по разным вещам, относящиеся моде. Я, в общем, собрала, короче говоря, что-то у меня вступление сегодня огромное. Короче говоря, я все записала, я обычно никогда не делаю видео, когда я все записываю. Я не умею записывать, мне это сложно, но здесь я записала, потому что я конкретно без записывания не справлюсь. В общем, я назвала это видео «Удачный шоппинг. Мои 10 советов». В этом видео я просто возьму все свои советы по поводу шоппинга, по поводу фигур, по поводу цвета типа, все вопросы, которые у меня спрашивали, по поводу того, как я чистю свой гардероб и тому подобное. Я соединялась вместе, и сегодня вам на это все отвечу. Первый совет. Садимся на диету от покупок одежды хотя бы на месяц. Перед тем, как вы хотите поменять свой гардероб, купить новых вещей, и вам кажется, что у вас нечего носить, возьмите диету. Это, мне кажется, во всем очень правильное решение, как и косметики, так и в уходовых средствах, когда мы хотим попробовать много вещей новых. Сначала давайте закончим старое, а потом начнем новое. То же самое здесь в одежде. Всегда перед тем, как я хотела менять, назовем это, весь свой стиль одежды, я всегда, назовем так, брала диету одежды. Я обычно это беру на подольше, на, может быть, на 2 месяца, на 3 месяца, и ничего абсолютно себе не покупаю. И стараюсь носить только то, что у меня есть в гардеробе, может быть, какие-то старые вещи, которые я давно не носила, я их начинаю заново носить. В общем, стараюсь как бы использовать весь свой гардероб и смотреть вообще, что я на самом деле ношу, что я на самом деле не ношу. Поэтому, если вы чувствуете, что у вас это не получается, видеть, что вы носите, что вы не носите, фотографируете себя на протяжении месяца, каждый день, и вы очень четко увидите, что у вас в приоритетах носить, и что у вас не в приоритетах носить. Вообще, вот это дело сфотографировать себя очень-очень полезное. Возьмите это на заметку, потому что мы, может быть, к этому как-то относимся. А, ну зачем я буду себя фотографировать? На самом деле это очень часто помогает. Значит, первое, берем диету и около месяца ничего не покупаем. Второй совет, перед тем, как вы идете делать новый шоппинг в свой новый гардероб, после того, как вы сделали диету, вы сначала должны определить, какой у вас цветотип кожи, и по желанию вы можете также определить, какая у вас фигура, в принципе, какое у вас строение тела. По поводу цвета типа кожи, очень много вопросов мне задавали, кто из вас знает, кто из вас не знает, но я это скажу. Я для того, чтобы определить свой цветотип, нет, не кожи, внешности, ходила к стилисту, я пошла к стилисту, потому что я так хотела. Вы можете не ходить к стилисту, потому что стилист это не дешевое дело. Мне было безумно интересно, никогда в жизни не была у стилиста, и поэтому я именно по этому направлению пошла. Когда у меня был такой, знаете, кризис, и я решила, что у меня вроде много красивых вещей в шкафу, но на других эти вещи дико классно смотрятся, а на мне смотрятся, как на какой-то Маруси из деревни, непонятно, что я на себя одеваю. И когда я узнала, что есть такая вещь цветотип, и что не все цвета подходят нам, не все, даже неправильно говорить цвета, всем подходят все цвета, просто нужно выбрать правильный оттенок цвета. Я подумала, так может быть на самом деле вся проблема у меня в цвете, не в одежде, которую я покупаю. В конце концов, как оно и казалось, примерно 90% цветов, что у меня было в гардеробе, на самом деле мне не подходили. В общем, я пошла к стилисту. Но я для вас нашла статью на русском языке внизу, которую вы сможете прочитать. Как мне кажется, это очень-очень хорошая статья. Не то, что статья, она там относительно по шагам объясняет, как определить вас цветотип. Вкратце скажу, что цветотипы всех нас, человеков, делятся на 4 сезона, назовем это так. Все это, наверное, знают. Есть два холодных, что это зима и лето, есть два теплых, что это весна и осень. Осень, мы все знаем, что это рыженькие девочки, очень легко и просто их определить. И зима также очень легко и просто определить. Это девочки, как белоснежки. Берите белоснежку, например, что у них белая кожа и черные волосы. Почти сразу виден этот контраст. Я, например, лето. Я холодный цветотип, но мой контраст кожи, что это второе, в принципе, в определении цветотипа. С волосами он не такой сильный. И вообще, как бы, контрастность у меня, она не особо сильная, поэтому я лето. Лето и весна очень часто путаются, как мне кажется. Например, у меня есть подруга, которая сейчас в Латвии проходит курс сам себе визажист. И там она сказала, что их тоже сначала, я не помню, на первом уроке, на втором определили, какие они цветотипы. И она мне сказала, что она тоже лето. И вы знаете, как интересно, она более блондинка, нежели я. Ей вроде подходит золото, нежели не так, как подходит мне. Но вместе с тем мы с ней одинаковые цветотипы. Я всегда подумала, что она теплый, что она весна. Поэтому между весной и летом очень-очень тонкая грань. Также, кто из вас, вот, например, холодный, очень холодному цветутипу, очень будет подходить серебро. Теплому цветутипу будет очень подходить золото. Я не знаю, насколько видно отсюда, но вы можете видеть, что золото на мне смотрится немножко тускло. То есть оно не делает что-то такое, вау, интересно, красивое, играющее, сверкающее. А серебро на мне смотрится очень свежо и очень интересно. Я не знаю, сколько это сейчас так можно вообще понять, но это тоже какое-то определение, потому что это такие мелочи, которые вы сами можете каким-то образом определить, как кажется мне. Перед тем, как пойдем дальше, я сейчас не буду долго болтать, я забыла вам сказать по поводу фигуры. Фигуру, я не помню, сколько типа фигуры делятся, но, по-моему, насколько я помню, есть три основных, я сейчас буду бред какой-то нести, потому что точно не три основных, но на которые я три основных помню. Это обратный треугольник, обыкновенный треугольник и песочные часы. Веточки, которые песочные часы, это все очень просто определить на самом деле. Оденьте что-то очень такое, не знаю, оденьте, останьтесь в трусиках и в лифчике напротив зеркала и посмотрите, если у вас вот конечности плечей, ну, не мне и выражение, в общем, если ваши плечи по прямой линии соответствуют самой широкой точкой, как это называется, попы, ну, не совсем попы, а, ну, ягодиц, попы, да, наверное, то если они идут по прямой линии соответствуют, значит, вы песочные часы. Если ваши плечи шире, ваши попы, значит, вы наоборот треугольник, если, как в моем случае, моя попа шире моих плечей, хотя у меня это не особо заметно, потому что у меня руки крупные, и как бы руки делают баланс, но я как бы обыкновенный треугольник, и поэтому вы можете уже определять и смотреть, что вам подходит носить. Например, вообще, на самом деле, к этому не относится. Например, я знаю, что у меня крупные руки, я никогда не буду одевать майки, я всегда одеваю футболки для того, чтобы вот это место, где оно, ну, боже, как вам показать, вот это место, которое у меня крупное, я его должна чем-то примерно закрывать. Ну, это так, на совсем, как бы, я вам рассказываю, совсем-совсем на конечке вилочки примерно как-то. Дальше. Третий мой совет для удачного шоппинга, приобретите себе вот такое вот колесико, цветное колесико, оно называется Pocket Color Wheel. Я не знаю, где можно приобрести такое колесико, чтобы оно было на русском, у меня оно на английском, я найду вам ссылку на ebay, где я это приобретала. И с этим колесиком в первое время ходите и покупайте себе одежду. С ним очень просто выбирать косметику. Между прочим, косметика это тоже имеется в виду в плане холодных и теплых. Если вы будете подбирать для себя косметику, которая вам подходит под цветотип, то косметика будет на вас выглядеть шикарно, она будет делать все плюсы и никаких минусов, понимаете? Поэтому очень-очень всем советую вообще вот такие вот, покупать такие колесики. Я с ними очень часто хожу и лаки для ногтей выбираю, помады выбираю. В общем, румяна выбираю, что румяна очень часто можно запутаться. Одежда помогает. Тут оно распределяется на холодные, смешиванные, оттенки холодного. В общем, замечательное колесико, но я думаю, что вы все о нем знаете. Четвертый мой совет для удачного шоппинга, делаем чистку в шкафу. Что я написала? Делаем чистку в шкафу и одежду, обувь. Все, что на наш вкус выглядит так себе, откладываем в сторону. В дальнейшем то, что мы отложили в сторону, делим еще на две части. Что мы хотим вообще отдать, а что мы хотим пока сохранить. Очень важно после того, как вы закончили свою диету одежды, вытащить весь, весь, весь свой шкаф. Все. От нижнего белья, ночнушки, пижамы. Все вытащить. И все, что вам как-то так. Так, я еще раз напоминаю, фотографии вам могут помочь, если вы делали эту диету и каждый день себя фотографировали. Все, что вам на себе как-то так. Тут пуговка не закрывается, нужна для этого булавочка. Там что-то давит, там неудобно. Эта юбка не достает. Все, что вам как-то так, откладываем в сторону. Оставляем только то, что вам, на вас супер, вам нравится, как на вас это выглядит. Вы себя в этом чувствуете уверенно. И только это оставляем. Все, что мы отложили в сторону, мы делим это еще на две кучки. Одну кучку мы делим, что мы точно хотим от него избавиться. Вторую кучку мы оставляем, то, что нам может быть немножечко тяжело с этим расстаться. Мы это берем в какой-нибудь, не знаю, кладем в вакуумный мешок и кладем куда-то под кровать, на шкаф. И немножко с этим расстаемся. И около, не знаю, около пару месяцев эти вещи не трогаем. И пытаемся понять, скучаем мы по этим вещам или не скучаем по этим вещам. Хочется нам вернуться и носить что-то из этих вещей или не хочется. Если по протяжению, не знаю, пару месяцев, два, три, не знаю, вы вообще ни разу не вспомнили, что у вас была там какая-то кофточка, которая наверху, мы берем мило этот мешочек и тоже идем и жертвуем его. Поверьте мне, в большинстве случаев, назову это так, в 85% случаев, мы никогда не носим все, что у нас есть в шкафу. Мы всегда носим какой-то определенный процент одежды. Пятый мой совет для удачного шоппинга. Я все время буду вам напоминать, что мы говорим о удачном шоппинге. Ищем вдохновение, как бы мы хотели выглядеть. Смотрим вдохновение в инстаграмах, в разных блогах, фэшн-блогах. Иногда, когда мы ходим с подругами делать покупки, смотрим, что наши подруги выбирают и как они выглядят. Иногда нам это может что-то вот так вот переклинить. Например, помните мой зеленый свитер с прошлых видео? Я увидела, как этот свитер мерила Соня в раздевалке. Я на него смотрю и говорю, блин, Соня, офигительный свитер. Говорю, давай, я хочу тоже померить. Я померила, в конце концов, Соня, она сказала, что на ней он не очень мне понравился, а я померила и влюбилась. Так что становимся open mind и ищем вдохновение абсолютно везде. Что я еще вам тут написала, где смотреть вдохновение? Также самое важное, где я для себя лично нахожу вдохновение, это люди, которые просто на улице. Очень часто я вижу, как-то просто обалденно девушка одета. Если у меня получается, я ее фотографирую на телефон. Если у меня не получается, я просто запоминаю, может быть, беру свой телефон и в заметочках себе пишу. Она там, не знаю, одела такую-то блузон с таким-то джинсом. Ну, каким-то образом себя пытаюсь запомнить это. И потом на себе это каким-нибудь похожим образом или с какой-то своей уже ягодкой это повторить. Но обязательно-обязательно ищем вдохновение и находим именно тех, которые нас вдохновляют. Например, есть одна ютюбер, это английская. Блин, как ее зовут? Никогда правильно ее имя не могу произносить. Shirley Bing, по-моему, ее зовут. В общем, я оставлю ссылку на ее канал внизу. У нее есть также модный блог. В общем, для меня она как бы просто не одевалась на самом деле. Она дико просто одевается. У нее такой классический стиль. Я даже девчонкам Юли Птица Синиц посылала как-то ее. Стиль и Ларе посылала. В общем, для меня она просто, вот не знаю, вверх вдохновения. Хотя она дико просто одевается. В общем, вы зайдите на ее канал, посмотрите. Те имена, которые, ну, как это, видео она сделает с одеждой или у нее есть блог. В общем, примерно поймете, про что я говорю. Шестой мой совет удачного шопинга. Составляем список базового гардероба и начинаем строить фундамент. Но помним, что у каждого база разная. Делаем акцент на более классические покровы, фактуры, качественные тканы и материалы, касаемые как одежды, так и обуви. Когда вы хотите построить свой новый гардероб, я вам, знаете, советую запомнить less is more. Не бегите и покупайте все подряд. Не бегите и покупайте дешевый синтетический Китай. Старайтесь, может быть, купить, не знаю, две блузки, но пусть они будут хорошего качества. Это не обязательно должно быть супер дорого. Даже иногда синтетика, она бывает качественной. Смотрите, значит, на скидках, смотрите на последних сейлах. Более классические фактуры, более классические пошивы В большинстве случаев подойдут большинству, нежели какой-то трендовый стиль. Например, вот у меня сейчас джинсовая рубашка. Ну, она типа джинсовая, она не совсем джинсовая, она сделана по джинсу. Но в принципе, у нее самый обыкновенный классический покров. И в тренде она потому, потому что она типа походит на джинсу. Ну, даже если джинса не будет в тренде, она в принципе самая обыкновенная рубашка. Ничего в ней как бы супертрендового нет. но вместе с тем она немного да в теме, назовем это так, и также она классическая, поэтому ищите такие классические вещи, если вы покупаете обувь, не покупайте дешевую обувь, которая так выглядит, купите лучше одну пару, пусть у вас, не знаю, каждый сезон, каждые три месяца, каждый, не знаю, сейчас у нас 21 век, все доступно, есть миллион разных скидок, даже у кого может быть нет возможности покупать супер хорошие вещи, есть возможность на все, я вам очень часто показываю то, что я покупаю, я стараюсь очень обращать внимание на качественные материалы, как и в обуви, так и в сумке, так и в одежде, и я всегда это покупаю относительно не за дорого, я думаю, что если очень захотеть, каждый может себе это позволить, очень важно, чтобы у вас был базовый гардероб, у каждого база разная, каждый видит свою базу по-разному, и это вполне нормально, когда я говорю базовый гардероб, это не знаю, например, для меня джинсовая вот такая вот рубашка, это базовый гардероб, джинсы с рвашками для меня, это базовый гардероб, Короткие джинсовые шорты с рвашками, да, ripped, ну, ripped shorts, как-то на русском правильно. Это для меня базовый гардероб, не знаю, хорошие белые футболки, блузки, женский для меня базовый гардероб, черная, стандартная юбка-карандаш, и не только черная, может быть, еще не какие-то для меня базовый гардероб. Много хороших, простых, но очень классических платьев, платьев, да, это для меня базовый гардероб. Сейчас, если моя подружка Лена смотрит, она сидит так, удержится за уши и говорит, опять она неправильно говорит по-русски. Пиджаки хорошие для меня, это базовый гардероб. В общем, каждый строит свой базовый гардероб, как он хочет, и для каждого база будет другая, но база это очень важно, потому что все, что сейчас в тренде, не сейчас в тренде, в принципе, тренды, они никогда базы не будут, тренд приходит и уходит, а база остается навсегда. Вот так. Седьмой совет. Для того, чтобы гардероб был разнообразным и индивидуальным, стараемся не покупать одну и ту же вещь в разных оттенках, покупаем только то, что на нас выглядит супер и не менее. Я еще раз возвращаюсь к тому, что я сказала в первом совете, вы должны покупать только ту одежку, что на вас выглядит супер. И поверьте мне, когда вы одеваете какое-то платье, и вы на себя смотрите и говорите, ну, вроде неплохо, если я сюда добавлю, ой, это ремешок, может быть, это будет, так ничего. Не покупайте это, не покупайте, одевайте платье, смотрите на себя и говорите, вау, я секси, классно, как красиво. Вот такое платье берите. Не покупайте платье, которое может быть, если вы добавите еще миллион разных вещей, оно на вас будет смотреться супер. Изначально покупайте только суперские вещи. Может быть, это у вас займет побольше времени поискать, но все равно я хочу вам сказать, балуйте себя. Ребята, балуйте себя, покупайте себе только самые обалденные шмотки. Ну, и второй этот совет в этом пункте, и покупайте похожую одежку, это мне как раз дала моя стилист, в которой я ходила, даже не мне она этот совет дала, она дала моей подруге, когда мы с ней ходили, я туда подругу отправила тоже на цветотип. Она ей сказала, потому что у меня подруга любит, например, если она видит какой-то светорок, она пойдет, и этот светорок, вот есть 10 оттенков, она 10 оттенков этого светорка купит. Вот, не знаю, есть платье, она вечно 3 оттенка этого платья и купит. И она не посмотрела на ее гардероб и говорит, слушай, тебе срочно нужно прекратить покупать одни и те же вещи в разных оттенках, у тебя просто скучный, неинтересный гардероб таким образом будет. И мне это, знаете, дико запало в голову, потому что на самом деле, обычно люди, у кого интересные гардеробы, кто выглядит очень стильно, непринуждающе стильно, у них обычно вещи очень редко повторяются. Понятно, что я не говорю о джинсе, что они, в принципе, может быть, как-то одинаково смотрятся там о футболках, да? Ну, вы понимаете, что если вы покупаете какой-то крупный свитер с какой-то вязкой, не покупайте такой свитер 10 оттенков, или, я не знаю, если у вас есть какое-то платье, вот, например, мне моя подружка отдала 2 платья, одно и то же платье в разных оттенках, но оно выглядит одно и то же платье, как ни крути. Восьмой совет пуст, но, потому что мой совет у меня касается, я на самом деле его не запомнила, потому что это совет, который будет касаться аксессуаров. Не пренебрегайте аксессуарами. Например, я скажу так, я предпочитаю аксессуар, нежели какой-то рябая расцветка. Я поняла, что на себе, кстати, девочки с холодным цветом, типом кожи, в большинстве случаев нам рябые расцветки не подходят, нам будут более подходить геометрические расцветки какие-то. Но, насколько я это смогла заметить, и это я как-то сама к этому пришла, мне всегда казалось, что более на теплых девочках разные там цветочные варианты, намного красивее, нежели на холодных девочках. Но в любом случае, не пренебрегайте аксессуарами, а заглядывайтесь на аксессуары, смотрите, может быть, на какие-то интересные ожерелья, может, пусть у вас будет пару аксессуаров, но пусть они будут, пусть они будут какой-то вносить ягодку, может, ваши какие-то. Не знаю, если вы больше любите сережки, засматривайтесь на интересные серьги, если вы любите больше колечки, браслеты, засматривайтесь на это. Я чувствую, что в нашем мире немного, хотя аксессуары очень часто развиты, но вместе с тем в повседневной жизни как-то, не знаю, мне кажется, женщины немного пренебрегают этим делом. Так что не пренебрегайте, пользуйтесь аксессуарами, они только вам в помощь. Девятый совет, будьте спонтанными. Что я тут написала? Иногда спонтанные покупки самые дачные, поэтому не бойтесь спонтанности. Если нам понравилась вещь с первого взгляда, бежим и меряем, но помним, что покупаем только то, что сидит на нас, супер. Любовь с первого взгляда тоже бывает. Будьте спонтанными. У меня могу посчитать немного, но, наверное, на одной руке, сколько у меня есть вещей, которые купила спонтанно, и что сидят на мне, супер. И это было просто так, интересная юбка, пойду-ка я померю, померила, вау, супер. Бывает и такое, не все, что мы ищем, оно всегда удачное, но иногда спонтанность это тоже супер удачное, поэтому я все время повторяю, будьте, как перейти на русский, open-minded, блин, я не знаю. Будьте открыты, да, смотрите на вещи большими глазами, открытыми, не закрывайте себя в какую-то определенную коробочку, если вы видите что-то, что вам супер вдруг спонтанно понравилось, у вас есть время пойти это померить и посмотреть, как это на вас, сделайте это, когда это может быть самая ваша удачная покупка, и в дальнейшем будет вашей самой любимой одежкой. И десятый совет для удачного шопинга. Когда мы уже преобразили наш гардероб, и теперь мы делаем какие-то луки, одеваемся, складываем разные комплектики. Девочки, если вы видите, смотрите на себя в зеркало, и видите, что вам нравится этот образ, что вы сегодня одели, мы фотографируем. Я это тоже повторяла сегодня уже не раз, но еще раз хочу сказать, фотографируем, 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 и в отдельную папочку на компьютере складываем. Даже если вы будете раз в неделю себя фотографировать, или даже, не знаю, один лук, то есть, сохранять, или раз в две недели у вас сохранится потом в дальнейшем много-много луков, и вы будете на себя смотреть, и у вас будет уже собираться какой-то образ, собираться образ, который вам нравится, то есть конкретные вещи, которые вам нравятся, вам будет уже легче ходить в магазин, вам будет легче выбирать одежду, вы будете знать, что на вас лучше сидит, что хуже сидит, что вас красит, что... Понимаете, фотография очень помогает, более сейчас почти у всех есть смартфоны, так что оделись, около зеркальца хоп-хоп-хоп сфотографировали, сохранили, и потом смотрим это, не знаю, там раз в два месяца, раз в три месяца, смотрим все, что мы нафотографировали, что не нравится, мы сразу... Окей, эта кофта на мне плохо сидит, больше я носить не буду, или там... В общем, вы понимаете суть этого. Фотография очень-очень помогает, я даже знаю, что когда стилисты хотят делать перебор шкафа вместе с клиентом, в принципе, таким образом они, если клиент живет от него далеко, таким образом они спрашивают, говорят, вот у вас есть месяц, фотографируйте мне все, что вы одеваете, потом через месяц присылайте мне эти фотографии, я это проанализирую, и вам дам свой вердикт, как-то так. Вот, слушайте, наболтала так много, я надеюсь, кому-то это видео было полезно, потому что много чего вы у меня спрашивали, и не раз, и на инстаграме, и когда я делала чистку своего шкафа, ну, я немножко вообще повернутая, я все, что я не ношу, буквально пару месяцев у меня сразу идет на пожертвование, я вам поэтому и говорила, что не люблю очень дорогие вещи в квартире, потому что у меня может что-то тут случиться, и я через два месяца вещь, которую купила, и мне вроде она понравилась, я выкидываю, но я над собой тоже работаю. Я недавно, буквально, хотя я вам делала уже пару видео о покупках, но я была на такой, на диете пару месяцев, я вообще себе ничего не покупала, и очень много что выкинула, и знаете, мне стало классно, легко, и последние покупки, все, что я покупала, я просто безумно довольна, счастлива, и я, знаете, я вспомнила, как это, что такое восторг после покупок, потому что в Израиле вот мы очень часто покупаем одежду, действительно очень часто, и уже никакого восторга нету по поводу покупок, это как, не знаю, пойти и съесть еще один сникерс, поэтому я вспомнила, как это восторг после покупок, и это классное чувство, и поэтому сейчас я придерживаюсь какого-то минимализма, у меня есть список вещей, которые я хочу купить, но я ищу более качественные, более классические, более красивые, более утонченные, более, 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 более. Вот, ну что, надеюсь, вам было интересно, на сегодня все, увидимся с вами очень скоро, пока! Всем привет! Сегодня будет видео болтушка, вы мне сказали, что вы любите мои болтушки, поэтому сегодня в вашем внимании будет болтушка о дружбе на ютюбе. Вообще, я решила открыть, как бы...